Добрый день, с вами Дина Краснова и еженедельные новости по бухгалтерии, налогообложению и программам 1С от сайта «Профессиональный бухгалтер». В этом выпуске депутатами принят проект о ежеквартальной отчетности по НДФЛ. Изменилась форма декларации 3НДФЛ. Больше компаний будут обязаны сдавать электронную налоговую отчетность. Журнал учета командировок будет отменен в этом году. И выпущены версии 3.037.41 и 3.038 конфигурации бухгалтерии предприятия редакции 3.0. Теперь обо всем более подробно. Депутатами принят проект о ежеквартальной отчетности по НДФЛ. В первом чтении депутатами Госдумы принят проект закона, который обязывает компании ежеквартально подавать налоговую расчет из численного и удержанного НДФЛ. За несдачу расчета будет предусмотрен штраф в размере 1.000 рублей. Кроме этого инспекторы смогут заблокировать счет компании. Предполагается, что ежеквартальную отчетность по НДФЛ организации начнут сдавать с 2016 года. Изменилась форма декларации 3 НДФЛ. 30 января в Минюсте была зарегистрирована новая форма декларации о доходах 3 НДФЛ. Приказ ФНСу 24 декабря 2014 года. Применять новый бланк нужно, отчитываясь по итогам 2014 года. При этом гражданам, которые успели в январе заявить имущественные или социальные вычеты по НДФЛ и сдали декларацию на старом бланке, переделывать отчетность не требуется. Гражданам и предпринимателям, которые должны заплатить НДФЛ за 2014 год, необходимо сдать форму не позднее 30 апреля. Больше компаний будут обязаны сдавать электронную налоговую отчетность. В Госдуме находится законопроект об утверждении нового порога по численности персонала, при которой налоговые декларации сдаются строго в электронной форме. Представлять электронную отчетность нужно будет организациям, в которых трудится более 50 человек. Сейчас налоговую отчетность в электронной форме обязаны сдавать компании, среднесписочная численность работников которых за предшествующий календарный год превышает 100 человек. Журнал учета командировок будет отменен в этом году. Вслед за командировочным удостоверением и служебным заданием чиновники собираются отменить журнал учета командированных работников. Проект таких изменений в постановлении правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 года номер 749 опубликован на Regulation GoFru. Документ могут подписать к марту. И выпущена версия 3.037.41 конфигурация бухгалтерии предприятий редакции 3.0. Здесь произошли следующие изменения. В соответствии с письмом ФНС России от 30 декабря 2014 года форму декларации по акцизам на подакцизные товары за исключением табачных изделий добавлен новый код наличия у налогоплательщика свидетельства 8. И 5 февраля выпущена версия 3.038, где произошло очень много изменений, в частности такие. Первое. Теперь каждый пользователь может самостоятельно оценить риски проведения налоговой проверки. ФНС Российской Федерации опубликовала общедоступные критерии проведения налоговых проверок, которые используются в налоговых инспекциях. Программа на основании учетных данных подскажет, какой из критериев находится в зоне риска. Второе. В зависимости от потребности руководителя и индивидуального предпринимателя можно настроить отображение счетов учета. Их можно не указывать документом. При этом проводки будут формироваться автоматически, не требуя от пользователя специальных знаний в области бухгалтерского и налогового учета. Третье. Для организации ИП, применяющих УСН, ЕНВД или патентную систему, учет программы стал еще проще. Теперь ежемесячное закрытие месяца выполняется автоматически. При формировании отчетности программа предупредит о необходимости актуализации данных, выполнит все необходимые операции, включая закрытие месяца. Четвертое. Платежные поручения по выплате заработной платы отдельным сотрудникам стало оформлять гораздо проще с помощью новой обработки платежные поручения на каждого сотрудника. Пятое. Реквизиты контрагента можно заполнить автоматически по его наименованию. Можно ввести полное наименование или его часть и по кнопке «Заполнить по наименованию» программа предложит выбрать нужного контрагента из списка найденных. Шестое. С 1 января 2015 года в отношении легковых автомобилей средней стоимостью более 3 млн. рублей сумма авансовых платежей по транспортному налогу исчисляется с учетом повышающего коэффициента. Это основные изменения, которые произошли в версии 3.0.38. Полный перечень изменений можно найти на сайте 1С. А с вами была Дина Краснова и еженедельные новости по бухгалтерии, налогообложению и программам 1С от сайта «Профессиональный бухгалтер». Подписывайтесь на мой канал и увидимся в моих следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok